Девушки отдыхают Девушки отдыхают Басим, проследи, пусть хорошенько согреется Я найду отца и провожу до длинного дома Как скажешь Как там Хайсум? Былое здоровье ему не вернуть Хорошо, что ты сделал то, что не удалось ему Решимость помогла Ты не видел у Кьотви особый знак? Серебряный, размером с ладонь, с изображением ясеня Возьми, продай подороже Я знаю, где лагерь Горма Если хочешь встретиться с ним наедине Могу научить одной уловке Уже ищешь себе нового ученика? Ладно, давай Что мне делать? Плащ послужит тебе покровом Смешайся с толпой Стань незаметным Прячься на виду Значит, так вы действуете в своем братстве? Подкрадываетесь к жертве и убиваете на месте? Твои слова меня смущают Мы ищем справедливость Мы пастыри воли Прячась во тьме, мы служим свету Думаю, ради чести не стыдно иногда прибегнуть к обману А Горм пятно на моей чести Давай посмотрим, как можно его вывести Попробуй Прежде чем ты войдешь в лагерь Расскажу еще кое-что Ходить незамеченным по территории врага Это искусство Итак, всем привет, с вами Алексай Икил И мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla Когда ты в капюшоне Тебя не замечают издали Держись подальше от любопытных глаз И тебя не увидят Не обнажай оружие Резкие движения привлекают внимание Напоминаю, чтобы уловка удалась Нужно надеть капюшон Капюшон у ассасинов что-то типа Мантии-невидимки Пойду навещу его Суки заметили Ну разве так встречают Дорогого гостя Дорогого гостя Стоит Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я вас не потревожу. Ты был рожден бесчестным мерзавцем Горм. Твое место в самой глубокой выгребной яме Хель. Продолжай, Эймар. Так ты станешь легкой добычей. Скажи мне, что Горм жив. К сожалению. Да. Спасибо. Его день придет. Ах, не люблю длинные речи. Но любишь их произносить? Многие здесь знали моего отца Хальвдена. Это был великий человек. Его ногу зарыли у нас. Богатый же был тогда урожай. А у нас зарыли его зад. Нам досталась столько грязной речи. Я хочу большего. Создать королевство воинов, какого еще не видел мир. Под рукой одного короля. Единство силы. Мы пролили много крови, сражаясь друг с другом. Сегодня мы объединимся, чтобы покорять новые земли. Лучшего короля, чем я, вам не найти. Я сражался с самого детства. Я вел самое большое в Норвегии войско. Но мудрый король ищет искренних советов. Так что я спрошу, кто из вас против этого союза? Я тебе не враг, Харальд. Но и подданным твоим не буду. Завтра мы отплывем к другим берегам. Мои земли теперь твои. Жаль это слышать, Хьор. Твоя жена согласна? Она разве не устала от странствий? Мы с мужем одно целое, король. Когда я с ним, странствие мне в радость. Мне жаль отпускать такую женщину коктейлью в вин. Но я понимаю. Пусть Норвены благоволят вам. Мой король, я готов принести тебе клятву верности. Горм Сен-Кьотви, ты смеешь здесь появляться? Разве Стюрбьерн и Сигурд не избавили от тебя наши земли? Клан Ворона оскорбил меня, король. Моего отца отравили. Его достойная смерть стала предметом насмешек. Бакраут, ты лжешь! Стой, Эйвор. Не вмешивайся. Серьезное обвинение. И при этом ложное. Мой дядя все видел. Эйвор, брат Волка, ты убил Кьотви. Этот человек оклеветал твой клан. Что мне с ним сделать? Я бы отправил его в Хельхейм вслед за отцом. Понимаю. Но быстрая смерть слишком хороша для него. Горм для ворон Горм. Отныне ты изгнан. И я сам тебя им скормлю, если не уйдешь до полной луны. Король, ты позволишь? Говори, конунг Стюрбьерн. Мой род владел этой землей, еще когда сам Один бродил среди людей. Мои владения невелики, но оплачены кровью. Победа над Кьотви доказала, что мы не сдаемся без боя. Все здесь теряли друзей, братьев, сестер, сыновей и дочерей. И меня не миновала эта участь. Пусть тот, кто ищет войны, проходит мимо. Если при Харальде у нас будет мир, я преклоняю колено. Что? Что во имя Хель ты творишь, отец? Провозглашаю мир, Сигурд. Все наши войны окончены. Ты ни слова не сказал мне об этом. Я не отдам никому то, что мое по праву. Тогда войны продолжатся. Будут умирать люди, будут гореть деревни. Мир возможен только с Харальдом. Ты умрешь, как Трелл, хмельная скотина. В одиночестве, лежа на соломе. Прости его. У него слишком горячий нрав. Я не сержусь, Ярл Стюрмбьерн. И я благодарю тебя. Многие боятся перемен, противицей. Но у всего есть свой конец. Этому нас учит Рагнарёк. Мы скоро поговорим. Это как удар в спину. Ты знал, что сделает Стюрмбьерн? Да, я знал заранее. Но я его не принуждал. Он сам принял решение. Ты не мечтаешь о славе, Эйвор? Мы ему клану нужны, такие войны, как ты. Я мечтаю о славной смерти, но не стану предавать свою семью. Ты необычный человек. Сирота и верный брат, воин и скальт. Кажется, ты многолик. Тебе многое известно? У меня всюду глаза и уши, как и подобает королю. Не хочешь стать моим вороном? Я связан с Сигурдом, а он со мной. Но если судьба снова сведёт нас... Понимаю. Что ж, если дорога приведёт тебя ко мне, я буду рад. Но поговорим об этом в другой раз. А сегодня будем пировать и встретим рассвет в новом королевстве. Два дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает ещё жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше. В новые земли. В Англию. И построим там новый дом. Своё королевство. Сыновья Рагнара Ладброка пришли туда восемь зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из четырёх королевств Англии, лишь в одном царит мир. Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века. О да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьётви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы всё начнём заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Серебро Кьётви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолил я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Если ты не согласен, я пойму. Оставь богатство Кьётви своему отцу. В Англии достанет добычу для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признаёт нужды и мнения других. Значит, в Англию пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимания воинов Харальда. Сколько ты слышала? Немало. Открыт новый путь, и странствие твоё будет нелёгким. Ты не уйдёшь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути ещё пересекутся однажды. До тех пор прощай. Быстро же вы собрались? Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как и обещанию славы. Но оставлять позади дорогой сердцу дом непросто, без горечи. Колеблешься? Нет, вовсе нет. Всё уже решено. Тогда пусть судьба ведёт нас. Ты готов? Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Судьба летит быстрее, чем мы. Знамя Харальда. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королём на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твоё место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. На пути к славе нетрудно сбиться с дороги. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишивший себя чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Да хранит вас в пути Эггера. Время слёз кончилось, жалкие тюки с шерстью. Пора приналечь на вёсла. Береги силы, Дарк. Впереди у нас океан. Ладно, ленивый Бакроук. Сигург, куда мы плывём? Сыновья Рагнара поселились где-то у побережья. Мы обижаем. Браги, стой! Развеселим куб. И разбудить богов! Пусть Нор пустит ветры, чтобы нам плыть быстрее. Впереди лежит океан Эйбер. А за ним нас ждут новые владения. Ты много странствовал в Англии. Я провёл лето в королевстве Мерсия. Славный край. Пышный и дикий. Сыновья Рагнара верно взяли себе лучшие земли. Ты хочешь вступить в их войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане ворона. Наша слава прогремит в их королевствах. Так в Англию! За славой и судьбой! В Англию! В Англию! Или в Вальгалу! А это ещё кто? А, это же та баба из предыдущих частей. Это она лежит в анимусе. Её зовут Лейла Хасан. Рейла Хасан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На лекции в Кембриджском университете доктор Сьерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит. И если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сьерки, принес еще электролитов. О-о-о! С новым цитрусовым вкусом! Спасибо, Шон! Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Ты далеко от дома, Эйвр. Умер ты хоть от старости? Или в бою? Ты купил мой чай? Мятный чай-то вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть, мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтить. Ничего. Отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS. Так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости. Можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка. Если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда. К скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету пока не поздно. Вот оно. Я жил. Я умер. А теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рог. Вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка. Ярость бури. Найдите меня. И спасите всех нас. От гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты? Может, еще что? Других идей нет. Ладно. Я готова. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Смотри, что они делают? Топят свою жертву. Так, это крещение. Неужели ты так мало знаешь о крестьянах? Что? Я просто позову. Да и разговор хотелось как-то поддержать. Там есть неверно только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцвет. Там их будет уйма. Позже, да. Сперва поселение. Пограбить еще успеем. Сюда, все к берегу. Высадимся здесь. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь. Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Дак. Останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Значит, я пойду один. Почему этот крылатый дрон нам врагов не помечает? Вот это мне непонятно. Здесь мне точно не рады. Боже! Что опять? Иди сюда. Да иди сюда, дурачок. Что, прячешься в кустах? Да, прячусь в кустах. Ты угадал. Что ж, там стряслось. Чуть ближе, чуть ближе. Молодец. 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 Девушки отдыхают. И кажется, плохо закреплена. Собью ее выстрелом. Для этого мне понадобятся стрелы. Ага. У нас полный боезапас. Цепи для блокады. Нам удалось подтвердить, что с помощью устройств, которые натягивают цепи поперек реки, можно сдержать даже самые крепкие корабли Данов. Через несколько месяцев вы получите еще полдюжины устройств и расставите их вдоль рек, по которым можно проплыть вглубь наших земель. Благодаря этому мы сможем предотвратить грядущие вторжения. За устройствами нужно следить непрерывно. Немедленно сообщайте, если хоть одно перестанет работать. Одно сейчас точно перестанет работать. Готово. Путь свободен. Цепь убрана. Эйбор, бегом на корабль. Скоро прибудем. Если не будет долгих помех. А поближе подплыть не могли. Мне совсем не хотелось мочить ножки. Отлично, Рейбор. Давай вернемся, Сигурд. Зададим этим сам трепку и заберем их сокровищ. Легче, легче. Еще не время, Даг. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой Элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальф дан у боевы Рагнерсона не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Хм. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С Элем золотым, как сокровище, которые мы упустили. Тебе мало нужно для... Лудак. Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь многое. Великанов? Великих римлян. Империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и... Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, да? Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю! Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их, как яру. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Кейворд. За мной. Кто к нам пожаловал? Наши реки загрязняют мерзкие Даны? Ты, назови свое имя. Я Сигурд, Ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков Данов, убирайтесь, язычники. Или мы убьем вас всех. Или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море восемь дней. Я провел в море восемь дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пальц, скотина, и сражайся. Кто говном метается? Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Насколько я понимаю, длинный дом это вон тот Так, сюда! У них были пленники Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать Тише, друг. Вам ничего не угрожает Как вас зовут? Янь Ли Торговка не разбойница, как те мерзавцы А это Роуэн Верно, Роуэн Я всего лишь конюх Следил за лошадьми Раньше разбойники их продали Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов Но я скорее вырвала бы им глаза И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфден хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара Но их здесь уже не было Развязать их Вы знаете сынов Рагнара? Да Я продал братьям немало лошадей Славные люди, платят достойно Судя по виду лагеря, их нет давно Куда вы отправитесь? Чем займётесь? Закуплю товары, начну сначала У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто В любом городе и деревне пригодится конюх Я снова буду трудиться где-нибудь И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении И торговка, и конюх придутся очень кстати Я с тобой согласен А друзья Рагнарсонов и наши друзья Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд Янли Роуэн Я Сигурд, Ярл Форнбурга Сын Стюрбьорна Это Эйвор Итак Вы свободны Но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться Мы согласны Хотя бы пока не встанем на ноги Договорились Добро пожаловать в клан Ворона Те, кто были чужими, станут одним кланом Остальные прибыли Идем Это место мне по душе Итак, семья Друзья Это наш новый дом Добро пожаловать в клан Ворона 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 Отлично! Каким длинным домом можно гордиться Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь. В этой безымянной рощице. Безымянной? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рэйвенсторп. Дом клана Ворона. Хм. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гуннеру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинять край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гуннером. Отлично, дорогая. Что-то еще? Записки. Поднакопилось у нас тут очков прокачки. Путь Ворона дает бонус к мощи снаряжения Пути Ворона. Какая-то скучноватая здесь прокачка. Одни только циферки. Пути Ворона. Надо пасть вlu, falta языки. Спасибо за этими просьбando. Пути Ворона. Пути Ворона. Спасси. Я пою, успешно офигников. Знаете что, мы тут подсобрали рун, а в кое-каком нашем снаряжении есть пустые ячейки для них. Ну вот кое-какой буст мы получили. Коллекционные предметы, товары, тихая охота, охотник из Форнбурга попросил вас добыть три пары лених рогов, так вы покажете ему свое мастерство. Неплохое место, Эйвор, мяуш. Я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песне мечей и треску щитов. Стоп! Я позвал бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет, так что ты незаменима. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да. Разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Расправь крылья, Сюнин. Ну что ж. Отправляемся в набег. Надо добыть немного ресурсов, чтобы прокачать поселение. Тут мы достанем все, что нам нужно. Правда, вряд ли хозяева отдадут нам это добровольно. Придется забрать это силой. Придется забрать это силой. Победите! Так! Для тебя в раю нет места! Ты дарил сегодня с нами! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне тут нужна помощь Да, мы добыли материалы, которые нам нужны Но если тут найдется еще какое-нибудь добро То будет не лишним его прихватить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Эбор Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, кажется, мы обшмонали все, что можно И на этом, пожалуй, остановимся Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки И не забывайте делиться этим видео с друзьями А с вами был Алексай и Килл Увидимся в следующей части До новых встреч И пока-пока